Привет, друзья! Не удивляйтесь необычному кадру. Это все еще канал «Популярная политика», Руслан Шеведдинов, Мария Певчих. Мы подводим итоги уходящего года и говорим с героями уходящего года с людьми, которые помогали нам с вами определяться, разбираться во всем происходящем. В общем, сегодня такой вот разговор неформальный. Мы с Марией сидим, но мы тут не одни. У нас сегодня гость. И не просто гость, а прямо буквально лицо Ютьюба, как минимум в рамках уходящего года, Марк Фегин, человек, который создал... Ну, Ютьюб-канал создал он достаточно давно, но в этом году, безусловно, канал Марка стал основным источником информации о войне и приобрел какую-то сумасшедшую популярность благодаря ежедневным стримам, благодаря ежедневному освещению событий войны, благодаря знаменитым включениям Арестовича, который мы тоже, конечно, обсудим сегодня. И действительно важно отметить, что с точки зрения российского Ютьюба канал Марка, это действительно абсолютно уникальная штука. Мы говорим о огромной аудитории, аудитории в основном российской, мы говорим о безумном количестве просмотров, о сотнях тысяч людей, которые каждый вечер включают Ютьюб. Почему так происходит, как это будет дальше, все это мы обсудим сегодня с... Мария Руслана, рад всех приветствовать зрителей, зрителей популярной политики, рад встрече. Марк, а можно сразу вопрос? Мы постоянно, когда вы включаетесь к нам в эфиры, мы говорим, юрист Марк Фегин. Вот сейчас вы как себя позиционируете? Политик, блогер, журналист, публицист? Как себя позиционирует? Блогер более точно отвечает. Блогер более точно, потому что я уже не раз говорил, что почему-то считается, что блогеры это что-то среднее между бьюти-блогером и инстаграм-щитой, понимаете? А я, в общем, к этому отношусь с почтением. Я считаю, что это самостоятельное качество, самодостаточное, так что меня совсем не коробит блогер. А что говорит юрист? Ну, как бы это отчасти из прошлого, вот. А политик, знаете как? Ну, вообще, в принципе, политик только один есть, Навальный. Ну и антипод его, даже не будем называть. А все остальное, как-то наши профессиональные занятия, они другие. Они имеют политическое выражение, но все-таки блогер точнее. В общем, медиафеномен этого года, потому что все-таки у вас сейчас больше двух миллионов подписчиков. Это аудитория, которая пришла к вам на фоне этой войны, потому что вы стали там для них основной точкой, откуда они берут информацию. Давай проговорим. Погоди, сколько у вас было подписчиков на начало года? Это на начало этого года. Но это было что-то, может быть, 350-320 тысяч. Самым прям первых дней войны это сразу резко стало. 450. Надо статистику точно посмотреть. Могу ошибиться плюс-минус. Потом в течение года. Да, да. И практически от передачи к передаче с Арестовичем, по-моему, один раз был феномен. За один день я набрал 100 тысяч подписчиков. Это было посередине где-то. Арестович сказал, давайте себе подпишусь на Фейгина. И прям 100 тысяч за один день. Все, кто занимается не только блогингом, мне кажется, и СМИ, и всем остальным, сейчас у них пооткрывать за рты, потому что это, конечно... За один день. Такого вообще считается, что не бывает. Про это я хотел спросить. Ты знаешь, ну как бы мы не журналисты. Не мы с тобой, не Матя. Ну да, я не журналист. Мы не журналисты. СМИ при этом, конечно, воротят носики и говорят, что ну это вот все не то, что вы делаете. Это не серьезно, не журналистика. При этом вот тут разговор с такой аудиторией. Если вы говорите, более полутора миллионов за последний год присоединились и слушают вас. Это как инструмент влияния для вас? То есть вы как расцениваете сами вот эту аудиторию? Нет, это точно абсолютно, как и моя прежняя адвокатская работа и моё участие в общественно-значимых проектах в нулевых годах, там и в «Солидарности» был, там и в разных других. Это продолжение моей политической деятельности. Я оппонент этой власти. Этот блок не нужен, если он не дает контент именно против власти, против государства. Это важно сказать. Тогда он просто не нужен. Вообще незачем. Поэтому для меня это продолжение моей политической деятельности. Только так. Собственно, мы с популярной политикой тоже как инструмент ее расцениваем, что это вот наш один из... А я и считаю, что наши достоинства именно в этом. Потому что журналистика — это все-таки профессиональная область. Она требует соответствий. Этических, даже эстетических. Фактчехинга, беспристрастности. При том, что оно не отменяет личную позицию, личного отношения, но все-таки известные доли взвешенности, двусторонного подхода к обсуждению, дискуссии. А я пристрастный человек. Я ненавижу Путина и эту власть. Хочу, чтобы они все передохли. Я никогда этого не скрывал. Они отняли судьбу у такого, как я, и в моем лице, вот отдельно взятого такого человека, как я, у целых поколений. Ни одного за четверть век. Это много поколений. Это наш счет к ним. И поэтому, естественно, блогинг — это продолжение политической профессии, политических занятий, я бы сказал. У вас есть понимание, почему вдруг именно сейчас, и почему у нас, не то что из-за войны, а прямо в течение всего года, почему вы выиграли сердца и все эти просмотры? Почему именно ваш блог оказался самым актуальным среди достаточно большого количества блогов, которые предлагались на YouTube в этом году? Это небольшая комбинация. С одной стороны, это случайность. Это всегда так бывает. Почему-то зрители выбрали в качестве этого аналогичного средства именно беседы Арестовича с Фегиным, потому что тот же Арестович у других каналов, у других интервью, и регулярных тоже, не набирает такое количество просмотров. То есть людям нужно именно сочетание. Это плюс русский язык. Русский язык — это расширение аудитории. Если бы это был украинский язык, то, наверное, мы бы ограничились только украинской аудиторией. А русский язык расширяет до всех русскоязычных общин за пределами России, в России, в Украине, в других местах. А второе — это доверие. Вот смотрите, ко мне все десятые годы ужасно относились. Ужасно меня хейтили за то, что я говорил вещи, которые я и сейчас говорю. Кстати, единственный человек, который меня всегда приводил, знаете кто? Алексей Навальный. Всегда. Вообще, что бы я ни делал, он поддерживал. Абсолютно. И очень всегда следил за подписчиками канала, и репостил. Он всегда, даже меня лишали статуса, меня проклинали за то, что я не так веду дела и так далее. Он сказал, все правильно, все, да не обращай вниманию. То есть он был вот... Мой главный зритель и мой главный подписчик и человек, поддерживший меня, был всегда Алексей Навальный. Вот это я могу сказать просто. Он вообще даже из тюрьмы присылал какой-то... Это меня еще удивило, я еще подумал, что Алексей из тюрьмы, и там уже в ШИЗО кидали, присылает, типа, поздравляю, Марка, миллион подписчиков, это упорный труд. Я видел на моих глазах, он все это делал. Чего? Почему? Откуда? Откуда он знает? Мы с ним всегда переписывались, он всегда... И даже когда я сильно, сильно расстраивался, он меня поддерживал. Вот человек, который действительно меня всегда поддерживал, был Алексей Анатольевич. Это факт. Так, а почему этот хейт, который, безусловно, был, да, и на процессе, и сначала из Пусси Раи, и потом через Савченко, через все это... Как он конвертировался в то, что вас сейчас абсолютно, безусловно, любят и много народа? Вот, это вторая причина. Надо добавить, что, конечно, он был организован, это всегда делала власть, и как раз именно Алексей говорил, так нормально, говорит, не переживай. Они все организовали, и это было очевидно, вот. А почему? Потому что возникло доверие. Поскольку лишний раз жизнь доказывает, что если ты упертый, даже выглядишь одержимым, фатально одержимым человеком... Вот Ана Навальный тоже отчасти такой, вот, конечно. И говорит одно и то же, то в какой-то момент из этой одержимости и даже фриковства это начинает выглядеть как принципиальность. И люди ее оценили, потому что все, что говорилось до войны, да, вдруг приобрело огромное значение именно после ее начала. То есть получается, что человек был одержим верными соображениями, верными принципами, которые оправдывают прошлое его, и ошибки, и какие-то просчеты, и себелюбие, тщеславие, все остальное. Все это можно кинуть в топку. Поэтому, конечно, доверие послужило этим стимулом для того, чтобы люди... Хорошо. Бывает часто, что мне говорят, что я ей неприятно выгляжу. Это вульгарность зачастую, резкие выражения, резкие характеристики, да. Прямолинейность. Зачастую, может быть, перебарщивающая с ней. Не надо как-то иногда быть аккуратным. Но в целом, по сумме, выяснилось, что люди ищут доверие в этой прямолинейности, в этой резкости. Потому что сейчас начало время крайних оценок. Сейчас вот нельзя сказать, а я чуть-чуть вот так, чуть-чуть эдак. Там, для себя оставляя какой-то шанс, что, ну, может быть, с какими-то людьми нельзя так, может быть, как-то повести себя более взвешенно и сдержанно. И так далее. Война – это такой момент, когда это уже недопустимо. Поскольку я это и переживал в своей жизни не раз, и на войне бывал, и я хочу сказать, что сейчас это вот конвертировалось в то, что люди хотят именно этого. Это пройдет. Это пройдет. Война, мне скажут, нет, ну, это так вот, как-то это уже не нужно, как-то неактуально. Это нормально. Так и должно быть. Вот. Но сейчас, когда смерть очень рядом, люди хотят слышать все, как на самом деле, не сглаживая ничего. А у вас аудитория по внутренней статистике, как разбивать эти секреты? Сколько Россия, сколько Украина? Нет, это секрет. Я не раз говорил, учитывая это количество, там ведь есть статистика за 28 дней просмотров. Она колеблется, она прыгает от 20-30, это российская аудитория, между 40-45, это украинская аудитория, она больше. Но, но, вот мы специально провели и анкетирование, и анализ сделали, там и социологи работали, мне предложили услуги. Общины по всему миру, там третье место Беларусь, естественно, четвертое уже идут Соединенные Штаты, потом Германия, ну и по убывающей там до Израиля. Это в основном русские общины, это русские выходцы из России, то есть смотрят именно россияне. Вот почему-то за пределами России, россиян больше даже, чем в украинских общинах. Да, и мне кажется, это даже как пользователям нам видно, потому что такси, в котором включен Марк Пегин и Арисович, это стало мемом. Это буквально стало, если у человека, если у таксиста в каком-то городе есть планшетка, на которой он что-то смотрит, пока ждет заказ. Я уже, сначала я удивлялась каждый раз, когда видела домой, как интересно, вот смотрит, смотрит, а сейчас уже все. Многие мне пишут, конечно, вот у меня забита почта, пишут как раз очень активные люди, выехавшие, уехавшие, живущие за границей. Может быть, кто-то из России писать боится. Часто анонимно пишут, говорят, что мы боимся, потому что в России ужасно. Там, например, человек ходил в библиотеку, где-то, я не знаю, Томск, Тюмень, не знаю, даже сейчас не помню. И он говорит, вот я смотрел там, потому что там есть доступ в интернет, как это работает, я не знаю. А теперь заблокировали. То есть провайдер сам блокирует доступ к Fagin Live. Странно, как это можно делать, я ничего не понимаю. Но не исключаю, что из России еще люди боятся и пользуются VPN. И ставят какой-то VPN украинский, может быть, американский, не знаю, ну, какой-то другой. И смотрят так, что какой-то процент, не знаю какой, это еще и люди из России с VPN. Да, в вашем случае, в любом случае, 20-30 процентов, это там полмиллиона, 600 тысяч человек из России. Нет, 600, я думаю, точно, потому что подписчики точно, 600 тысяч это из России. Нет, 100 процентов. Это все равно огромная, большая аудитория. Я вас хотел спросить, продолжая тему с YouTube и с людьми, которые уехали за границу в связи с мобилизацией, в связи с войной. Вот они вам пишут, вот они не понимают, что им делать. Вы как сами видите ситуацию? Мы там со своей стороны предлагаем им сейчас активность в виде штабов. Вот когда выйдет наш разговор, мы уже презентовали штабы Навального и рассказали людям про наш личный кабинет, где можно как-то поучаствовать, что-либо сделать. Вот вы сами для себя какое предложение можете этим людям сформулировать, которые уехали, но хотят как-то помогать и действовать? Ну, те, кто уехали, я бы тоже рекомендовал присоединяться к штабам Навального, потому что штабы Навального не раз доказали свою эффективность высокую. Дело в том, что беда с русскими общинами, неважно, Казахстан, Монголия или Грузия, или в Европе, или в Америке, они же не коммуницируют друг с другом, и русские с русским плохо коммуницируют, в принципе, за пределами России. Да и в России не очень хорошо, плюс нет вот этого организационного начала. То есть общинами постоянно никто не занимался, либо занимались раз от раза, либо это плохо получалось. То есть у них отсутствует коммуникация. Вот посмотрите, как украинские общины внутри себя взаимодействуют. Там вообще, так сказать, я поездил, когда защищал украинских политзаключенных, и в Америке, и я выступал в Великобритании перед общинами. Там посольство организовывало украинское, и в Европе очень много где. То есть такой степень взаимодействия завидная для русских. Русские разобщены предельно, предельно. Поэтому штабы хорошие идеи. Во-вторых, все-таки нужно руководствоваться тем, что ты, если занимаешься активностью этой, то направлять ее во внутрь России. Вот это очень важный предельно. Потому что есть сейчас очень существенная линия, что давайте устраиваться жить за пределами России. Я не разделяю эту точку зрения, потому что это ведет к ассимиляции внутри стран-россияния. Это плохо. Забывается вообще национальное начало. Забывается, что ты вообще из России. Люди натурализуются, получают постоянный вид на жительство, получают гражданство. Дети уже не знают русского языка и так далее. Но это печально. А для политической деятельности, если человек ее видит в качестве средства реализации, хоть какого-то общественного, я имею в виду, даже не профессионального, это чудовищно. Потому что нужно сохранять связь с Россией. То есть нужно свою деятельность направлять внутрь России. А как возможно сохранять связь с Россией, ну вот условно, всем тем людям, которые сейчас оказались в Тбилиси, в Ереване, в Латвии, Литве? А кто еще дальше где-нибудь там есть, в Южной Америке или в США? Ну, я надеюсь, что, во-первых, организационный, то, о чем я сказал, дефицит, начало восполнят. Замечательно. Штабы Навального, отличное средство. Я не вижу здесь никакой другой необходимой альтернативы. А вот внутрь России, ну все-таки остается интернет. Вы знаете, вот я застал советское время, я родился в 71-м году, и я вам хочу сказать, что от того чувства оторванности, я с эмиграцией очень дружил, многие знали, писатели, видно, я состоял в Народном Трудовом Союзе в конце 80-х, это была антисоветская, антикоммунистическая организация, и наобщался вот так с русскими. Я застал даже самый хвост первой волны эмиграции, я встречался во Франции, так далее. Они уже доживали, там, дети белых эмигрантов, некоторые сами, жизнь доживали в домах престарелых, ну, в общем, были многие бодрые, вот помню, Евгений Меркович такая была, ряд других в НТС деятелей, Редлих, Роман, но он из второй уже был, дожил он почти до 95, что ли, от умер, известный философ в Праге, он у Франка учился, и так далее. Вы понимаете, у них не было интернета, они чувствовали свою оторванность от России. Люди, живущие сейчас, благодаря вот этой транстерриториальности, обеспечиваемой социальными сетями и коммуникацией цифровой, не чувствуют этой оторванности. То есть мы бы, вот живя последние годы, я был заперт в дверях квартиры, потому что, ну, мне невозможно было ничего делать, потому что все было под угрозой ареста. А находясь здесь, я имею, как бы, физическую свободу перемещаться, но мне интернет восполняет, замещает отсутствие коммуникации с живыми людьми, такого тактильного контакта. И я считаю, что люди, у которых есть интернет, они все равно продолжают взаимодействовать с своими семьями, друзьями, с людьми, там, не знаю, потенциально мобилизуемыми, с людьми, которых мобилизовали, и нельзя пренебрегать этим. И мне кажется, что если они будут сильнее с этими людьми взаимодействовать, со своей стороны как-то внушая о том, что мир-то другой, мы живем совсем по-другому, понимаете? Россия клетка, а весь остальной мир свободный и открытый, и здесь нет таких проблем, которые рисует пропаганда. Их нет, их не существует просто. То, может быть, это, может быть, нерешающим образом, но это сильно поможет изменению людей там. Сильно поможет, потому что я встречал совершенно удивительные экземпляры. Они там продолжают, значит, думать, что НАТО кем-то озабочено, что вокруг одни гей-парады, и что нужно как-то здесь чуть ли не в подполье жить, скрываясь от родителей 1, родителей 2. Семь с три пола. Да? Подождите, вот это, о чем вы говорите, это важный момент про информирование, да? Можно, находясь в безопасности за границей, ты можешь информировать и как-то советовать, подсказывать. Этого достаточно, на общем, на ваш взгляд? Нет, потому что следующее – это подпольная работа, безусловно. Конечно. Мы ее не исключаем. Я-то как раз, в отличие от, может быть, других, может быть, я и не претендую на, так сказать, эксклюзивность. В этом я считаю, что, да, власть в России сменится только силовым путем. Я не вижу никакого шанса для мирного изменения. Нужно быть готовым к тому, что, если не сейчас, то завтра наступит момент, когда все надо будет решать крайним образом. Эти люди должны быть к этому готовы. Да, сейчас нет этой возможности. Вы не можете пускать под откос поезда или взрывать здание ФСБ. Это понятно, и мы к этому не призываем, потому что это могло выглядеть как провокация. Но это не значит, что этого не наступит момент, когда понадобятся эти усилия. Потому что избавиться от этого морока Россия может только один раз и окончательно. А не так, что мы это растянем, и это даст нам детям нашим, внукам заниматься. Этого не будет. А избавиться от этого можно только радикальным путем. Долгие годы выстраивалось и с помощью пропаганды у людей ощущение, что невозможно физически победить. Потому что сильные. У них дубинки, у них оружие, у них бесконечное число солдат, которые для них пушечное мясо. Вот неужели в силовом противостоянии у народа есть какой-то шанс от вот этих вот негодяев избавиться? Да, они друг друга скоро убивать будут. Они сами друг друга будут убивать. Это неизбежно. Нет, погодите, а давайте прям конкретнее. Что значит они друг друга? Кто? Одно силовое ведомство, другое силовое ведомство? Самые башни, которые друг друга не любят. Так если тут прошло 10 месяцев войны, как они, если они не начали убивать себя к этому моменту, то что вдруг заставит их убивать? Очевидность поражения. Очевидность вины, которую нужно возложить, будет на кого-то. Ну как я часто привожу пример в детской игре, где стоят стульчики, и на кого-то не хватило. Обязательно это будет. Они уже ищут пари в этой игре. Потому что армия или Минобороны, генералитет, или же, так сказать, проклятые бизнесмены. Вот мы видели, как в 20 веке было. Все время искали крайних, все время искали тех, кто ответит за все. Люди с деньгами. То есть они начнут друг друга обязательно щелкать. В этом у меня вообще нет никаких сомнений. И в этот момент, по существу, конечно, появится шанс. Тем, кто более идейно заряжен, тем, кто никогда не менял свои позиции, уничтожить и тех, и других. Вы читали статью Financial Times на днях, которая вышла про Эльвиру Набиулину и Германа Грефа? Нет. Которая... Достаточно старая история. Сейчас нам просто пересказали ее поподробнее. Начало войны. Несколько дней до войны, да, по-моему? Да, пришли предупредить. Греф и Набиулина собираются с силами и совершают мощный политический поступок. Организовывают встречу с Путиным. Путин их принимает. Греф делает презентацию там на каких-то 30 страниц по поводу того, насколько трагично для российской экономики будет признание ЛНР и ДНР. Никакой в войне речи не идет еще. Да, понятно. Видите, как бы они, вот это вот либеральное условное крыло, они выдают этот поступок за то, что, посмотрите, мы сделали все, что могли, мы пытались, нас не услышали, нас не поняли, а потом оказались заложниками. И я думаю, вот в этой ситуации, которую вы сейчас описываете, это будет чуть ли не самым распространенным и популярным способом оправдать не всегда. Они все будут вытаскивать это все. И Financial Times опубликовала вот так, чтобы они потом могли показывать на Financial Times. И говорит, так же, как Собчак будет показывать на публикацию New York Times, ее главный критик Путина покинул Россию. Конечно, конечно. И что с этим делать? Ну, это уже проблема Запада и его понимания того, что происходит в России. Что там греха таить? Запад, мягко говоря, далек от этого истинного понимания. Конечно, многие происходят вещи, и, так сказать, и отрисление известное уж точно о Путине и его окружении, но не относительно всей политической палитры, вообще истеблишмента и так далее. Безусловно, и конечно. Ну, хорошо, а пример Чубайса, который, как ни в чем было, в шортиках ходит, значит, рыженький, значит, то по одной стороне, то по другой, несчастненький такой, знаете, помним мы его. Говорят, да у нас денег там столько, кур не крылет. Просто потом выяснилось, что денег-то вообще нет, и нужно как бы спасать. Все украдено до вас, как в известном произведении. Конечно и безусловно, они сейчас из себя рисуют тем, кем они не являются. Безусловно, конечно. Это целая на это работа машина. Огромная машина. С Западом нужно продолжать эту работу. Тут карты в руки тем, кто действительно имеет моральный авторитет и вес, с которым не поспоришь. Конечно, от имени Алексея Навального эта работа точно должна вестись. Западу нужно разъяснять, что на самом деле мир власти в России многолих. Он настолько изощрен в том, что способен через своих коммуникаторов действовать. Ну, посмотрите, роль Абрамовича. Поразительно, так сказать. Человек оказался миротворцем. И в этой ситуации, так сказать, по существу некому сказать, что он же такой же, как они все. Как сказать, когда Зеленский за него просят? Да, это тоже проблема. И с Украиной, в этом смысле проблема. Это точно, абсолютно. Мы не знаем детали, как это происходило. Перед Байденом он просил. Факт остается фактом. Абрамович не подведен под санкции под американские. Он под европейскими же он есть. Он под европейскими и под британскими. Это правда. Но я думаю, что все равно процесс идет. Процесс все равно этот идет. И с неизбежностью. Потому что и Запад от них требует... Ну, знаете, мы вам даем такой карт-бланш, такое одолжение делаем. Идите, решайте. А мы не можем. Как мы будем решать? Нет, друзья. Надо все больше их подводить к краю. Так, чтобы они либо прыгали туда сами, либо толкать их туда. Конечно, хорошо. Абрамович не под санкциями. Еще какие-то лица. Иди и делай то, что ты должен делать. Ты бенефициар. Нет, ну что вы, я не бенефициар. Я ничего не решаю. Я ничего не решаю. Это же стандартная проговорка. Нет, нужно их подводить. Ну, хорошо. Окей. Ладно. Пусть они не под санкциями. Пусть они добиваются. Ну, тогда пусть решают. А как решают? А это их проблемы. Это раньше была головная боль. Запада, оппозиция. Еще кого-то там угодно. Партнеры в Европе. Они же все были, знаете, в галерее Тейтс там какой-нибудь. И они все финансировали. Усманов там финансировали. Усманов, Ридман. Вы понимаете? А сейчас-то уже нет. Я, говорит, в Тейт благотворитель. А нет, все, иди. Так, одно дело на внешний мир, а другое дело на внутренний. Эти же условные Грефы, Набиулины и прочие, я хотел сказать, Улюкаева, потом вспомнила, что они так ненавидят. Они же... Нет, ну погоди, ненавидят, ненавидят. Это как бы такой вопрос. Чубайса ненавидит, а по Набиулину я не знаю, как у нас общественное мнение. Грефы точно. Они же будут внутри России рассказывать, что это мы позволили российской экономике не рухнуть в пропасть. Это мы в тени, под риском всего пытались там каким-то образом смягчить удар от страшных путинских решений. Это обязательно будет. И кто-то им поверит, как постоянно верит Собчак. Да, ну то есть уникальный же феномен. Она обнуляет память всем вот так, вот как будто ничего не было. Да, вот это чуть-чуть. И вопрос, надо ли сейчас вообще с информационной точки зрения, надо ли на них концентрировать внимание или пусть как бы себе там что-то делают и делают? Надо, потому что, знаете, я вам такой опыт расскажу. С 91-го года я состоял в радикальных демократических объединениях, помимо НТС, о котором я упомянул, Демсоюзе и так далее. Люди были настроены люто после августовского пути, особенно молодежь. Очень люто. Всех коммунистов вешать, из окон выкидывать, слабянки. И вдруг Ельцин начинает назначать первых секретарей обкомов губернаторами новыми. Ну да, главами администрации назывались областных, автономия и так далее. Это вызвало удивление, даже шок. Это уже в конце августа начало происходить, ну там самое начало сентября. Практически все субъекты федерации будущие, да, там были назначены в областях эти чиновники. И дальше хуже. Дальше хуже. Он начал набирать в администрацию президента, каких-то бывших партийных начальниц, коротких работников. Вы знаете, в тот момент это все сопровождалось разговорами о том, что ну люстрация это охотно ведьм, надо мягче. Суд над КПСС, он же начался, закончился ничем. Просто вот она как бы формально была запрещена. Но тут же, допустим, Зюганов, он был членом ЦК, создал КПРФ. Как они говорят, из пепла и запилок, значит, остатков КПСС создали. Значит, там же была российская часть КПСС, это Полосков. И вот создавали. И вы знаете, в тот момент им дали этот карт-бланш. Вот эти разговоры про портократов, а тут про рабы перестройки. Выяснилось, что они все из КПСС. От Чубайса до Путина, от всех нынешней элиты, они все выходцы из все и того же. Ну, какая-то значимая часть из КГБ. И вот из-за того, что им дали эту возможность вдруг оказаться... А мы всегда были против партийного начальства. Мы такие демократические коммунисты были, прогрессивные и так далее. Держали фигу в формате. Отчасти, да. Отчасти то, что происходит сейчас, это ведь не до завершенной процессы революционной. То есть, когда надо было устранить помимо власти КПСС, советскую власть, устранить и сам класс, непосредственно олицетворяющий, осуществляющий эту власть. Им нельзя это дать уже сейчас, если сейчас четко и ясно обозначить. Война очень острый момент, что эти люди, безусловно, являются частью системы. Никакую экономику они спасают. Они спасают только собственную задницу. Это факт. И задницу Путина отчасти. Потому что деньги общие. Ну, деньги Путина, но они как бы работают... Как? Это все принадлежит Маркизу Карабасу. Вот он едет, там эти батараки русские работают, это все Маркизу Карабасу принадлежит. Эти люди являются его канцельерией или кассирами, не важно, как их назови. Безусловно, здесь категоричность важна. Потому что даже если кто-то попадет под раздачу чуть-чуть, ничего страшного. Речь же не идет о том, что их всех прям вот нужно утопить в прорубь. Конечно, но эти люди никогда не должны появиться ни в каком качестве во власти. У них не должны остаться деньги, которые они, может быть, я не знаю, может, они бизнесом занимались и заработали. Ничего из наследства прежнего не должно остаться. Вообще. Ни набиульных, ни грепов, никого. Ну, по грептах там вообще еще и по набиульным надо посмотреть, сколько они украли. Они же миллиардеры, и тот, и другой. Да? Значит, но тем не менее, не давая этого шанса, не давая даже их богемной части, вот Собчак, мы создаем задел на будущее. Потому что эта категоричность моральная не позволяет дать этот шанс. Есть люди, которые действительно как-то были вовлечены в систему, вовремя от нее отошли, потеряли все. Мы таких людей знаем. Они были депутатами, кто-то был там, не знаю, банкиром, кто-то еще кем-то. Они могут заработать себе будущее, создавая его прямо сейчас. Не так, что мы там на перископной глубине продолжаем у Путина разрушать систему, а открыто выступив. И этот шанс всегда есть. У любого. Но как? Никто же не запрещает. То есть, я думаю, что у Алексея Леонидовича Кудрина его финтам с Яндексом, да, ничего? То есть, может, Захаревич будет иллюстрировать тогда, когда кодила? Нет, 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 конечно, такие как нет. Мы даже не будем... Нет, ну я не буду... Дело же не в том, что я буду... Я, кстати, и не стремлюсь. Вот я действительно реально не хочу иметь политических качеств, потому что я свое прошел. Я потратил на это 35 лет. Я занимался этим всем. Но мне важно, чтобы я другим это внушил. Чтобы люди услышали и меня, и, так сказать, подобных мне, и вас услышали. Услышали, что так жить нельзя. Ну а как вы объясните, почему Кудрин, который отошел от дел... Ой, а фотографии будут с проспекта Сахарова, и он стоит в ушанке, и на вале рядом, и бейджик из Яндекса. И он будет смотреть в глаза собирательному вам, да, то есть какому-то, не знаю, иллюстрационному органу, или еще какому-то органу, принимающему решение, и говорит, да я был с вами все время, Яндекс. Смотрите, как вы объясните нашему зрителю, почему нельзя верить Кудрину в этой ситуации? Потому что эти люди, будь то Чубайс, будь то Кудрин, так и не произвели важных слов, да, которые... Я против войны, я против Путина, я враг этой системы, даже если я несу ответственность за ее, так сказать, фундамент, создававшийся при моем непосредственном в Кудрине участии. Эти люди публично не обозначились никак. И это правило игры, они его соблюдают. Ведь когда Чубайс только уехал, вы знаете, что разговоры были, действительно, его один из помощников, там, ну, все эти завадники, трапезники, кто-то там говорил, да нет, нет, он сейчас уехал, он сейчас где-то выступит, он что-то скажет. А он, значит, нырнул, ну, я допускаю, что вызвали Кудрина или кого-то еще там, ну, там он уехал, ты ему скажи, чтобы он не шурудил, а то, знаешь, мы тут можем так нажать, что из Дуни, из ее папы пойдет, значит, повидалка. То есть они знают, как нажать и где. И тот замолчал, изобразил больного сейчас из себя, это все как бы вот руками делается. Давай, ложись, изображай, что ты страшно болен там. И вот он накрывается и, значит, изображает, что у него какой-то страшный недуг. Ну, что вы с болезненного хотите, ну, ну, дайте ему, дайте, дайте ему. Они соблюдают правила системы. И Кудрин тоже самое делает. Он шел в Яндекс, да что, шел в Яндекс, что собирается работать? Каким-то там корпоративно-развитившим, я не понял, даже чем он занимается. Он хочет, тихо, всплыл, и тихо, сейчас ездить туда-обратно. У него, по-моему, жена, гражданка Израиля, это сказать, вот он будет кататься и там встречаться с Чубайсом. Все они, как говорят, собираются в доме, значит, у Абрамовича часто. Там же и этот еще вечный советник Юмаша вместе со своей и так далее. Ну, а публично-то где это все, так сказать? За что им цепляться? Они хотят продать непродаваемое. Я вот где-то тайно чего-то такое. Вас не удивило, что вот за эти больше десяти месяцев войны так и не появилось ни одного более-менее статусного, не то, что чиновника, но какого-либо лица, который был аффилированной системой, который бы отрекся публично. То есть среди звезд шоу-бизнеса мы видели громкие жаления Пугачева, Семироны, Галсин. А вот на уровне чиновников... Никто же. Нет, ну, Тинькофф. На уровне бизнеса большого. Ну, отчасти, да. Его обидели раньше даже. Там у него свои претензии, свои выяснения. Ну, во-первых, это человеческий материал, очень поганый. То есть вот чиновники, значимые лица, и даже альгархата, нам же ведь, помните, столько лет продавали, какие они талантливые управленцы. Они гении управления. Вы все ничтожества. А вы знаете, как они свои деньги заработали. Понимаете? В это вкладывались, я просто знаю, миллионы, миллионы бесконечных долларов. Доказать, то есть они не скупились, рассказать, что какими они талантами обладали. Помните же была прям такая-то линия у них защиты, что это просто у Миллера сечены, и такие зарплаты огромные потому, что они... Это тебе не какой-то там директор Эксона или Шелла, а это настоящий управленческий гений. Они же прям вот это педалировали, эту тему, что гигантские зарплаты, Путин сам говорил, связаны с уникальностью и сложностью задачи, которые они делают. На самом деле они дерьмо. Откровение в том, что это алчные, извращенные, предельно. Люди туповатые, потому что никого не должно обманывать. То образование, то он в Анголе переводчиком, с португальского. Представляете, рожу сеченые в Анголе с португальским. То есть и так далее. Не должно смущать, не должно как-то, понимаете, фокус менять, что ну может быть, ну где-то они там ничего. Они обанкротили целую страну. То есть у этих людей не должно быть никакого прощения. А сами они, я хочу подчеркнуть, что они трусы, ко всему прочему. И ни один из них никогда публично не распишется либо в своей трусости, что он не готов этого сказать, и никогда не скажет, потому что он именно такой и есть. И это бесполезно, это такая неизбывная вещь, что вы ничего с этим сделать не можете. Их надо только заставить. Вот прям под плеткой, под пистолетом. Пистолетом. Их можно заставить. В противном случае они будут сидеть на какой-то там голове. Даже какие-то из них, которые бы хотели, чтобы все это прекратило. Чтобы санкции прекратило. Чтобы все пошло как было. Чтобы так же хорошо все было. Все было замечательно. Проститутки, значит, деньги, яхты. И тут вот на тебе. Причем это буквально. Вот история с Дерипаской. Она что? Она про это, про все. И им же подобно. Просто с ним такое произошло, что с этой рыбкой, не знаю, жива она или нет. Это какие-то разные. Ну вот. Значит, мы об этом узнали. Но ведь они же все такие. Все до единого. Понимаете? Поэтому ждать от этих людей какого-то там принципиальности, так сказать, высказывания большого. Но это дело наивное. Понимаете? Потому что материал негодный абсолютно. Вот о чем речь. Я вас хотел спросить не про окружение, а непосредственно про самого Путина. Вы про него высказываетесь примерно все время его правления. Какой он есть? Да. Вот Путин 2022 года, конца 2022 года. Это какой Путин? Как вы его характеризуете? Ну, он в акматической фазе. Это стареющий, впадающий все больше. Ну, кто его считает? Буквально, кто образно в детство. Потому что он... Вот у него раньше процесс начался деградация. То есть, казалось бы, после 70-ти... Ну, разные люди по-разному. А есть до-военный и военный Путин? Отличается или это один и тот же человек? Да, потому что до войны это был человек, который собирался победить в войне. А сразу после ее начала, и после, ну, какого-то времени, когда стало очевидно, к чему все пришло, это человек, в общем и целом, скрывающий свою неудачу, свое лузерство. Ему нужно все время изображать, для того, чтобы это слишком очевидно не бросалось. Ну, хотя бы в его лице. Чтобы он не мускулом не показал, что на самом деле все плохо. Он понимает, что все это не воплаго. Я думаю, что он точно это понимает. Он прекрасно понимает. Простой тест. Он бы начал эту войну, если вот к 10-му месяцу он пришел к тому результату, который сейчас имеет место. Нет, это точно нет. Все, а это и есть ответ. Ну, это же не провернуть-то фарш обратно. Он ее уже начал. Вопрос тот, но он же ее не заканчивает. А где его план? Как довернуть-то? Ну, как-то хорошую мину при плохой игре. Сказать, что вот мы прошли эти референдумы, вот у нас новые территории, и так далее. Вот мы на этом остановимся и выводим... Ну, он так и говорился. Он так и говорит, но другие не остановятся. Вот в чем беда для него. То есть ему нужно сделать так, чтобы остановились все остальные. То есть Украина, Запад и так далее. А я так не думаю. Он не в том положении, чтобы ему дать такой выход. То есть вы считаете, что у него нету способа, даже теоретически? Вот если мы с вами просто разложим мысленно каждый возможный сценарий, не существует хорошего выхода из этой ситуации? Он уже все попробовал. Практически все попробовал. Я даже с трудом себе представлю, что еще осталось. Не, в Аргентину никуда. В Аргентину не паскадминсоево. Нет, уже все в небезапасно. Уже тоже этот контакт не ложится. Это не тот уровень, не тот мир уже. Но в принципе, я повторяю, что я не очень представляю, куда. Его дорога в одну сторону, физически, именно в могилу. Она может быть естественной, она может быть неестественной. Она может занять еще много лет. Может. И этого я не исключаю. И такое может. Но это уже не будет прежняя жизнь. Он всегда будет изгоем. Он всегда будет парием. Он выключен из большой игры, я бы сказал так. Из такого образного бельведерского клуба. Он исключен. Потому что он был частью системы отношений. А его из нее просто реле переключили и выключили. Окей. А я хотел тогда спросить. Мы очень много произносим в своих эфирах. И эксперты говорят. И у вас это тоже уже проскалькивало про то, что вот Путин сбежит. Или убьют. Или предадут. Вариант, при котором Путин это еще на десятилетие. Я понимаю, что чей-то оптимизм я, возможно, подрушу. Вот вы насколько считаете это реалистично? Может он сидеть еще очень долго? Ну и ты, Маша, тоже, получается. Давайте вместе разгонять. Мне очень интересно. Потому что кажется, что ложный оптимизм это тоже иногда не очень хорошо. Ну, умозрительно мы можем сказать, что процесс может идти медленнее, чем мы рассчитываем. И ему дадут возможность умереть своей смертью, так сказать, продолжая, чтобы Россия стагнировала. Это может заинтересовать Пекин. Потому что для Пекина, для Китая Россия это точно блюдо, которое он, как хищник, хочет поглотить. И Запад с этим согласится. И давление прекратится. Да, его выгонят в пределах своих границ. Может, какие-то процессы на периферии приведут к откалыванию каких-то частей. Это может быть. Ну, во всяком случае, будет какой-то процесс периферийный. Не очень активный. И Путин какое-то время, ну, я не уверен, что это десятилетие, но может жить в этом состоянии. Но оно не дает никаких просто-напросто возможностей для самосохранения с точки зрения страны, для экономики и так далее. Под санкциями нельзя заходиться вечно. Такой стране в таких масштабах. Но теоретически, если Запад между собой договорится, что пусть уж, ладно, этот, если он даст гарантии прекращения эксплуатации темы ядерного оружия, усмирит какую-то радикальную неуправляемую часть, которую он, собственно говоря, поднял со дна, утилизирует ли он ее или что, ну и Запад откажется поддержать усилия оппозиции, усилия иммиграции, такое ему возможно. Вот. Тем более, что никаких амбициозных планов Украины нет, уничтожение мести прямо непосредственно в России. Поэтому это может дать ему шанс. Но чем дальше война длится, тем меньше этих возможностей. Это всегда можно откатить в момент, пока еще ты не перешел какие-то следующие границы, вот эти красные линии. После Бучи, после Изюмов, после ракетных обстрелов. А не остались еще эти красные линии? Ну, только ядерное оружие все упадало. Ну, применение ядерного оружия, безусловно. Это такая граница. Представить себе сброс тактической бомбы и после этого все идет как идет, нет, это уже невозможно. Ну, опять же, вот, например, заход с севера, каким он будет, если я глубоко убежден, что из Беларуси попробуют. потому что очень много аналитиков, наоборот, пишут, что невозможно. Заход в Беларусь это типа четыре дороги, которые уничтожат с севера. Хотелось бы, но не получится. У нас же Арестович у вас на стриме говорил, про то, что уничтожат колонны, которые пойдут. И он скорее со скепцией на это смотрит. Я смотрю скорее с тем, что и не случайно в зон 19-го, когда я здесь. Полетел в Минск первый за кучу лет. Уже полетел, да? Или полетит. Или полетит. Вот одно из двух. По-моему, полетит. Ну, на нашем интервью он уже точно побывал в Минске. Наверняка они где-то там на границе что-нибудь встретились. Замечу, что Лукашенко уже не летает в Москву, потому что не хочет судьбу Макея. Первый раз за последние... Много-много. Да, да, да. Он и 20-го не приезжал. У них были все... Да, все были в Сочи, либо в Москве. Да, да, да. Я думаю, это последний резерв, который у него остается. Какой может быть граница, если они действительно устроят вторую бучу? Ну, это уже будет too much во всех отношениях. Вам кажется, что буча была спланированной или буча случилась закономерно просто из-за того, как развивались события? Второе. Второе. Она случилась закономерно, но она не оставляет шансов на повторение и списание это на то, что это издержки войны. Теперь это уже не получится. Любое новое такое событие, они, конечно, будут. Но вопрос масштаба. И если ты повторяешь его один в один, пытаешься пройти через Полесье или там на Волынь, и у тебя за твоей спиной в оккупированных территориях потом выясняется, что, так сказать, объектом было именно мирное население, закопанное живьем, то, конечно, это уже тоже лишний раз подвигнет к тому, чтобы отказать ему в любой возможности сохранения у власти. Я думаю, так. Давайте мы все-таки договорим мысль про заход из Беларуси, потому что это, я надеюсь, что это как к моменту выхода нашей передачи все еще не будет понятно, произойдет этот заход через Беларусь или нет. И вот действительно существуют две параллельные школы мысли, они обе достаточно обоснованы. Одни аналитики говорят, что хотели бы, но нет ресурсов, а другие говорят, что несмотря на это все равно сделают, потому что отмороженные. Вы считаете, что сделают? Я второй, да. Я думаю, что они бросят мобилизованных. Сейчас идет процесс заставления, даже не уговаривания, Лукашенко повлечься в это силами и средствами вооруженных сил Беларуси. Пока это не успешно, но мы не знаем, что дальше. Какая у них альтернатива, знаете, как говорил Аль Капоне, для убеждения пистолет очень сильно помогает приставленным к виску, помимо хороших аргументов, доброго слова. Так и тут, поэтому просто я вижу так, что они в силу может быть ограниченности, может быть ограниченности возможностей, они исходят из того, что Киеву ближе со стороны белорусской границы, нежели Бахмута, понимаете? Давайте попробуем это средство использовать для того, чтобы заставить Киев и заставить Запад пойти на переговоры, ну и мы добьемся искомого результата. А на самом деле усугубление будет чудовищное, потому что, ну как бы, если бы не было Бучи, не было вот Бородянки, не было Гастомеля там и всего остального, может быть где-то как, ну, тактика войны такая-сякая, а поскольку все это было, то это вызовет именно эти ассоциации, и уже тогда даже меньше количество смертей или меньшее убийства, а они неизбежно приведут к гибели мирного населения, они вызовут еще более чудовищные для Москвы последствия. Так что у Путина тоже для маневра не так, чтобы сильно много. Ну, судите сами. Вот пример. Ведь еще до недавнего времени про, ну, репарации, да, окей. А вот про трибуналы, как-то все это, ну как трибунал, ну как, у него иммунитет, как его, значит, выцегонить, там, это ордер и так далее. А сейчас громким голосом, слушайте, и Франция, и страны, коалиции, поддерживающие Украину, об этом во весь голос говорят, да, а как мы не дадим юридическое оценку, а как мы дальше жить будем без этого? Что, значит, так можно? Все следующие скажут, ну вы же вот этих не судили. Нет, ну, значит, это можно. Значит, подобного рода вещи в таких масштабах допустимы, ну раз вы не даете им юридическую оценку. И это может, как бы, в общем, заставлять, собственно говоря, цивилизованный мир, ну, в общем, идти к реакциям, которые не допускают сохранение Путина у власти и его, значит, окружения. Просто вопрос, что это будет, что переломит спину верблюда? Если такое количество вещей сходило Путину с рук и с точки зрения внутренней повестки и внешней, да, то есть война ему пока сходит с рук, а с точки зрения внутренней, да, ну, помните, мы все обсуждали в эфирах вот у нас вот таким же составом на популярной политике. Вот Херсон ему не простят. Не простят. Патриоты в телеграм-каналах закидают его все мы знаем чем, и вот это будет точно право, потому что как можно сначала аннексировать референдум, а потом через сколько-то там дни считанные сдать. Мы согласны все втроем, что ему это сошло с рук? На внутреннем контуре, безусловно, да, мы должны признать это тоже феномен. Мы можем ошибаться. Ну, вот что делать? Мы по-другому оценивали, мы более надеялись на какую-то реактивность среды, которую он сам воспитал, он сам ее, собственно говоря, так перетурбировал, что она превратилась радикальнее его, стала радикальнее его. Ну, значит, мы ее переоцениваем, что ли, или мы другой угол надо выбрать. То есть, мы не до конца понимаем, насколько, ну, в общем, несмело, податлива эта часть. Она может быть только как фронтмены, выступая с каким-то турботреотическим задором. А так-то, в принципе, это люди ничтожные. И сподобиться на какое-то возмущение, доведшее Путина до, что он называется, сугундера, оказывается, нет. То есть, это тоже феномен своего рода. Мы ведь впервые сталкиваемся с таким. Надо сказать, что за четверть почти века Путин, он ведь, в принципе, не проигрывал ничего. Ну, так вот масштабно, в войне. Ну, вот, Грузия, действительно, за несколько дней, они там до поти дошли, там, рукой подать было до Тбилиси пару часов. Крым, действительно, был аннексирован, Донбасс. Сирия, вообще усердно продали. Сирия, Ливия, там, так далее, да, уже не говоря о контингентах в Африке, в Центрально-Африканский Республике ЧВК в Агнат. Ну, сейчас у них там проблемы начались, а в принципе, больших потерь не было. И он о себе, вот прямая вот ситуация, а я, говорит, удачливый, я счастливчик. Он одной из большой предсказательств, так и сказал, и хихикает, сука. Значит, и нефть у него возросла, и все, там вопрос был прямо такой. И надо сказать, что, ну, как бы, да, но вот впервые с ним такое случилось, такое, за вот такое долгое продолжительное время нахождения в власти, вот он оказался в том, чем оказался. Поэтому мы сейчас впервые исследуем это новое состояние, и, возможно, это не произойдет после Херсона. Произойдет ли это, если Крыму подойдут войска, заняв сначала, последний, Токмак, Мелитополь, я имею в виду, украинские войска, дойдут до Чангара, до Перешейка, и будут обстреливать территорию Крыма. Ну, я не представляю, как из этого можно красиво выбраться, но, может быть, это тоже феномен, и мы увидим, что и такое можно как-то, как-то конвертировать со снятием себя ответственности. Потому что, ведь он же, Херсон по сей день не прокомментировал, единственный комментарий был Пескова, который сказал, а все говорит в Министерство обороны к Шойгу, и народ, ничего, ну, в Министерство обороны сказали, что это мы все так специально придумали, среди славяги, да, вот так они говорят, это жизнь наших ребят мы сохранили, на них перекинулись, и все, и вы там обтекаете, сидите. Окей, а у меня вопрос тогда, может, к вам про Крым, то, что вы упомянули, вот это не будет той самой красной чертой, которую всех пугают, что вот так-то он, если пойдут на Крым, Украина возвращается в собственные территории, то это для него будет той штука, которая развяжет ему руки и ударит ядерным оружием. То, чем, что он ответит используем ядерное оружие. если покушаются на Крым, он идет до последнего играть уже, все. Ну, до Крыма может. Про это пишут западные, предстоящему говорят про Крыму. А что, за что он будет так сражаться? За Мариуполь, что он ядерное оружие пойдет? В том числе. Ну, он Мариуполь не брал героически. Слушайте, они же ведь все время отодвигали вот это, это применение, то есть, вот, ну, он дурак, Медведев, это очевидно, то есть, по нему даже видно, что он, в общем, дурак. Но он же говорил, и ему, видно, поручили это рассказывать, значит, что это будет судный день, потом они еще что-то рассказывают, ну, то есть, обстрел территории России, а мы уже видели, стратегические бомбардировщики, оказывается, не такие крепкие, и так далее. И они все-таки не решились, не решились на то, чтобы прибегнуть, и сейчас даже в условиях, ну, есть некая пауза, зимняя пауза, мы ее видим, наблюдаем, но сказать, что это пауза в пользу Москвы, а где их продвижение, в чем их успех? Ну, под Бахмутом идут бои, и они и долго еще будут идти. Применит ли он ядерное оружие в связи с деоккупацией Крыма? Я вот сейчас не возьмусь сказать. Так же, как не возьмусь сказать, если бы раньше «Конечно, потеря Крыма, ну, тут сразу скажешь, ну, вот он во всем виноват, давайте его уберем, посадим Мишустина». Я тоже не решусь так сказать, понимаете? То есть... А чем в твоей логике Крым отличается от обстрелов, как «я возвращаю русские земли, это наше, я вот раз устанавливаю историческую справедливость», рейтинг подскочил до, не знаю, до 17-го. А Белгородская область это не наша? Никто не покушается на Белгородскую область. Ее обстреливают, этого не существует, понимаешь? то есть... Посмотрите, Руслан, вот он применил эту тактическую ядерную боеголовку, а он точно этим защитит Крым? Он покажет, что все, он до последнего готов играть. Ставки повышены на максимум. Судьба Каддафи такого может ждать в таком случае. Все, все, все. И потом мы даже не знаем, как мир среагирует. Да, они публично заявляют, тоже беря на голосом, так сказать, и американцы, и так предупреждают, что применение ядерного оружия, в общем, перевернет всю картину событий, ты уже воюешь со всем миром. Да и похоже, даже Китай или там какая-нибудь Индия, учитывая их публично по этому поводу заявление на Самаркадском саммите, уж точно никак не станут союзниками Москвы в этом вопросе. Так что, если он решится на такое, то шансов у него просто не останется никаких. Никаких. Я тогда не вижу вообще никакого для него выхода. Поэтому, понимает ли он это? Ну, до известной степени должен понимать. Нам сложно в его голову влезть, но это же все вокруг обсуждают. У этого же есть широкое обсуждение. Это же не какая-то неизвестная, не готовая к реакции проблема. А все обсуждают. Если он игнорировать будет это обсуждение, ну что ж, посмотрим, как он пойдет. Это то, о чем говорит Зеленский, о том, что Путин хоть вот так любит жизнь и так боится проиграть, что не пойдет на ядерное оружие, потому что... Ну и про войну так тоже говорили, что слишком много активов, у них слишком они любят Сан-Тропе, слишком они любят вот яхта, шампанское. больше любят. Ну, не ответственно, казалось, что Путин они любят больше, чем это. Ну, справедливо. Многое в этой войне открывается с такой точки зрения, что мы это воспринимаем как откровение. Но суждено ли Путину взять на себя такую миссию и потянет ли он ее с претензией на уничтожение вообще планетарное? Он может и не уничтожить, конечно, и безусловно, может ограничиться только каким-то ударом одиночным, но последствия у этого будут точно именно планетарные, поскольку риск создается для всего человечества. Как его можно тогда относиться к этому просто как будто это нас не касается? Ну, шарик маленький, поэтому представьте себе в этих ситуациях резкое обострение планов по его уничтожению Путина, чтобы не довести дальше. Если можно тактическое, можно и стратегическое и так далее. То есть я вполне верю, что в этой ситуации другого выхода он не оставит как устранение его любым путем. Слушайте, у нас выпуск все-таки итоговый, новогодний, поэтому давайте попробуем в конце сделать, все-таки попытаться осознать и обсудить, как мы вообще прожили этот год. И я понимаю, что просто невозможно было представить в этот день год назад ни один самый человек с самым богатым воображением и самыми радикальными прогнозами, мне кажется, все равно не смог бы додуматься до того, что произошло на этот момент. Но вот мы живы, слава богу, мы как-то это прожили, мы стали свидетелем этой страшной истории. И вот, Марек, если бы вы могли, где вы были 24 февраля еще этого года? Когда ночью начался обстрел, я не спал всю эту ночь, я следил за новостями, пабликами, как идет обстрел, ракетный он был поначалу, уже начали двигаться войска, а утром мы списали с Арестовичем. А, я ему написал, что ты можешь ко мне за границей приехать, я тебе сарайчик нашел, можешь прятаться. Ну, мы шутили, что-то иронизировали, договаривались о эфирах. Вот, за день до этого я тоже сделал эфир свой, я сказал, что война начинается, было уже очевидно за сутки, уже все. Ну, многие сделали это, не то, что там, многие уже все, ну, все, уже, конечно. А в какой, за сколько дней, недель до начала войны для вас стало очевидно, что она будет? Да нет, уже было понятно, где-то за неделю уже было понятно, но еще надежда была, что они, вот, знаете, помните, как на качелях, 20-го они, я знаю, с 22-го проводят, или 20-го они уже провели сайт безопасности, где фестиваль такой был, где и Нарышкин был, до 20-го, до 20-го, где они по очереди все присягали, и Медведев там, и казалось бы, ну вот, но они же признали ДНР, ЛНР, что типа они ограничатся защитой именно этой территории, помните, как на качелях? Да, 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 да. Ну, может быть, да, остановятся, но вот потом, за эти два дня уже вообще все было понятно, что ничего не остановится, это всего лишь предлог, и по сути они обсуждали войну. А потом была, помните, эта лекция историческая обращения, все ждали, что он там скажет что-то короткое, типа я начинаю войну, а он прочитал там 50-минутную лекцию про Ленина, который придумал Украину, вот, про все, он не скоростнее обращался, он и 12 июня такой заряжал, самый канон визита в Женеву в 21-м, у него тоже вышла статья на Кремль-Нур, да, да, но вы знаете, учитывая подготовку, ну, я с разными тоже беседовал с людьми, и там говорили, что уже и патроны раздают, вот Соловей, при всей критике его, он, кстати, так сказать, с разными там беседовал, ему сказали, да, уже раздают боекомплекты, ну, тоже был такой свидетельств, мы там с ним обсудили, я говорю, Валера, а ты, ну, вот так, там, в администрации президента они там сильно забегали, и так далее, было понятно, что уже они готовятся, какая-то уже пошла команда, ну, в основном, Советы Безопасности, видно, всем сказали, и видно, он запись сделаешь заранее, вот на 24-е, ну, уже, кто-то уже понимал, знал, что это начало себе. Окей, следующий вопрос, только честно, на 24-е, 25-е февраля, вы думали это продлится сколько, и как будет выглядеть это? Я думал, что это точно будет долго, я об этом говорил, я не верил, что Украина проиграет, я и до начала войны, и сразу после, я говорю, что это будет, да, такая продолжительная война, я не знал, сколько, но это точно займет месяц, это не будет в один день, и так далее. Можно было надеяться на то, что начав эту войну и потерпев неуспех, а он уже как-то так, к марту уже было понятно, что вот за эти там неделю из всех планов все рушится, ничего не получается. Был опасный момент, вот, я помню, у меня один из эфиров был, Алис, то есть там с автоматом сидел, мне говорит, ну, я уберу, ну, конечно, убери автомат, нахрена ты его поставил-то, не надо, у нас так эфир-то смотрят люди, и так далее. Он сидел на банковой, оттуда вещал, и он сказал, ну, да, вот сейчас нам уже сообщили, РГ уже на окраине, вот сейчас уже на банковой перестрелка идет. Был момент, но даже в этот момент было понятно, что все продолжится, ничего не остановится, и позиция Запада будет твердой, и не будет игры большой. Она, может, и была в первые дни, но потом это быстро изменилось. Поэтому я считал, что да, это продлется месяцы, но надежда была на то, что из-за неуспеха его остановят. Запад скажет, ну, хватит. А было что-то в ходе этой войны, что у вас прям вот искренне удивило, напугало, шокировало, да? Ну, жестокость меня точно шокировала. Я считал, что до таких степеней дойти, чтобы одни славяне убивают других, вот так, это, конечно, чудовищно абсолютно, и я считал, что, ну, как, любой даже вот командир и сказать, что ты делаешь, ты идиот, что ли вообще, вы что творите вообще? Ну, нормальный командир должен так, если ты нормальный, сказать, этого не делайте, там, да? А мы даже не почувствовали, что есть какое-то вот желание это остановить, наоборот, мы видели даже стимулирование. Жестокость точно абсолютно была обескураживающей, поскольку закапывают людей со связанными руками. Это да. А кто-то вас, давайте так, кто приятно удивил, то есть, от кого вы не ожидали позицию, не знаю, высказывания, действия, а кто очень сильно разочаровал, кто казалось, что не такой людоед и такой подонок? Ну, Пугачёва, конечно, обрадовала, в известности, я небольшой, как вы понимаете, поклонник, музыка не моя, но она же всегда была при власти, она была человек власти, она и Путин там поддерживала, и вообще все власти поддерживала, так сказать, ну, это какой-то образ из детства почти, она всю жизнь как-то нас сопровождает, и она могла просто отсидеться, уйти в этот эскейп, я ничего не знаю, всё, оставьте меня в покое, я на восьмом десятке. То, что она и Максим Галкин повели себя явно, так сказать, лояльно, я не скажу, вот как, помните, она выступила против иноагентства Галкина, что, мы тут все строили иноагенты, да? Ну да. А, какие ваши годы? Месяцы. Это мне уже, мне кажется, это уже прилично к приличным людям подходитесь. это у них там список, они это быстро, они это... Вот, она могла и он отсидеться, и как бы ни в чём не бывало, и вроде как и по логике должна была. Вот. Конечно, много и других людей, но вот это действительно где-то странно, потому что та же публика рок-музыкальная, которая, казалось бы, бунтарская музыка и всё такое, выяснилось, что они ничтожество абсолютное. А кто вас разочаровал? А можно? Вот вы сказали вопрос, который вас больше всего приятно удивил, Алла Пугачёва и Максим Галкин. Я для себя чисто... У меня сразу зеленские слухи, потому что мне до войны казалось, что это гражданский чувак, очень живой, живущий в веке, интернет, шутки, народный любимец. Мне кажется, он в особой категории абсолютно, как бы понятно, что его заслуги... Ну это просто разрыв шаблона, типа такой чувак и таким оказался железный. Руслан, начал быстро как-то это меняться, он приехал, вернулся в Украину, начал щелкать их всех, всю промосковскую публику. Это зеленский? Да, да. Мы не следили за украинской политикой, для нас он... Я внимательно следил. Ну там были эпизоды, там и дела начали возбуждать, ну там, не говоря, помельче публики, но уже у них начались проблемы по ЗЖ и т.д. И началась такая, знаете, линия, гораздо жестче, чем при его предшествии, гораздо жесткая. То есть он, там этот Баканов был, его руководит СБУ, и прям видно было, что они по-своему готовятся к обострению и до конца года уже 20-го, не говоря уже в 21-м, уже была достаточно жесткая линия. Так что от него, в принципе, то, что он не струсит и будет жестко себя вести, можно было ждать. Но он, безусловно, выдающийся человек в том смысле, что, ну как, мы же привыкли, что, ну актер, это такая профессия. Я тоже ведь со скеписом поначалу относился к его приходу. Ну как там же такие и все. И даже не про то, что актер, а про именно поведение в эти 10 месяцев, это, конечно, историческая личность. Он исключительный абсолютно человек по своим качествам. И я даже вот сейчас, оглядываясь, с трудом себе представлю, кто бы на его месте в качестве президента смог бы так же выдержать весь этот Крукадовый и даже его предшественник, которого я знавал все-таки и встречался с ним не раз. Я не думаю, что он бы оказался на высоте в этом смысле. Но, понимаете как, мы вроде как о своих все больше. В Украине-то... Мне по Зеленскому врезало сознание, помните, и по нашим тоже, как хотели, как русская пропаганда, российская пропаганда, в том числе и чиновники Володина, это было так далее, как они все считали, что он уедет. И написали, видимо, огромное количество заготовок на сценарии того, что он уезжает, что он в Вальвове больше и так далее. И, видимо, в какой-то момент, как у них уже было не раз, они не успели откатить или решили авансом дать все эти... А может, авансом, да. Ну, как раз, ну, Володин, спикер, да, ну, то есть это все-таки у него наложены некие обязательства просто из-за поста, из-за статуса его. А он говорил прям несколько раз открыто, что Зеленский уехал. Вот ваш Зеленский уехал. Я помню, мне прям врезалось это сознание, когда ты читаешь, ну, ну, он не уехал. А он вот на площади с видео, да. Он только что записывает, записывал там на Банковой улице прямо снаружи какое-то обращение. Он, очевидно, не уехал. Ну, очевидно, что это была, так сказать, действительно заготовка, и им нужно было это разматывать, потому что все-таки был расчет на два-три дня. я условно говорю, он был. То есть, даже уехал, ну, вот мы вот все, взяли Киев там, все, все, что вы еще хотите? Дальше добьем все остальное. И в этом картине, безусловно, Зеленский должен был, даже если он там в подвале где-то продолжал сражаться, он должен быть трусом, он должен оказаться ничтожеством, сбежать там, спрятаться и так далее. И это планы эти разрушило в том числе, так сказать, поведение Зеленского, я совершенно с этим согласен. Они же, наверное, все сами избегут. Это же какая-то абсолютно подсознательная фигня, которую они транслируют. Ну, понимаете, просто когда я буду вам комментировать, вы знаете, насколько они ничтожества. Потому что вы так погружены с этими расследованиями, вы же видите, что это ублюдки. Просто буквально, то есть ублюдки. Ну, вот, там нет ни качеств, ни, 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 ничего того, что отличает личность от подонка, понимаете? Ну, нет этого вообще ничего. Вот за что ни возьмись? Куда, с какого бока не зайди? И воровствует самое даже невинное до известной степени, потому что, ну, они ведут себя как класс власти. Надо воровать. Мы все воруем, становимся миллиардерами. Но у них нет даже отличительных качеств, которые позволили бы им как-то себя повести нормально. Ну, все расстреливают, ну, все равно, уже деваться. Ну, уйду красиво. Не будет этого. Будут ссаться. Будут валяться, умолять. Будут целовать шнурки. Вот это такая публика, такая среда. И они вот такую обратную селекцию провели, что ничего другого там не осталось. Просто людей таких нормальных нет. А те, кто имел там хоть какой-то минимум, они уже его как бы расторговали. Поэтому нет, эти так себя не поведут. Но, возвращаясь к разочарованиям, я бы сказал, что вообще весь культурный класс меня сильно разочаровал. Весь. Весь. Вот, ну, можно выделять, но весь. Почему? Потому что, вы знаете, какая логика появляется? Вы там упрекаете обывателю, что ж ты не смел, что ж ты допустил. Я говорю, погодите, ну, посмотрите на этих, которые как бы составляют цвет нации, интеллигенции, или там культурная часть и так далее. Если уж они такие, что вы от нас требуете? И это действительно резонный довод. Ну, действительно, как бы, герго-театра нации или кто-то еще, причем допускавший прежде какую-то вольность, вдруг нет, ну что, мы тут на Донбассе и так далее. Ну, так а что же вы хотите с меня, там, живущего где-нибудь на окраине Москвы, персонажа, который, значит, что должен, значит, броситься на самосожжение, так сказать, на Красной площади? Ну, вы сначала разберитесь с этой цветом нации. Ну, и как бы, с одной стороны, мы это видели по советским временам, это не секрет. В советское время тоже люди очень сильно похабились, но, видимо, что-то мы не смогли изменить, видимо, что-то и время не смогло изменить в этом культурном слое. То есть, не народилось то важное, что должно было возникнуть, начало личностное какие-то. Ну, от Миронова, там, Машкова и так далее, этого все, на самом деле, можно было ожидать, потому что они скрывались очень давно. Давно, да, да. Интересно, от кого не ожидал. Интересно, мне интересно, я сама просто параллельно думаю, вот кто меня прямо вот разочаровал до степени того, что ты вот прямо, эх. Их так много, что мы не можем выбрать. Ну, я удивился, когда Константин Хаменский, он всегда был, знаешь, как через запятую с Чулпанхаматовыми, со всеми остальными святыми людьми, которые помогают, как бы, детям, и при этом лояльной власти. Но тут, как бы, мог отмолчаться, а все равно, вот наши герои в госпитале, герои, которые освобождают Донецк от украинских захватчиков. Причем мы же знаем, что он так не думает. Ё-моё, Константин Хаменский. Было бы логично и просто как бы симметрично, видимо, в этот список включить Филиппа Киркорова, если у нас самое положительное впечатление от второго супруга. Нет, это точно. Это такой, что... казалось бы, он очевидно не поддерживает все это. Да, Он там всю жизнь плюс-минус открытый гей. Да, да. Проживает полжизни где-то. Он в Америке, в Майами, не в Майами. Понятно, что, ну просто, ну где ему эта война? И даже, и даже он защищал Галкина, да, в какой-то момент что-то сказал. А потом госпиталь и концерты где-то, где он там в Крему или еще. Да, но он полностью как бы запатентованный персонаж кремлевский. Он, ну в общем, это и понятно, он принадлежит к московской крупной геи-тусовке из власти в том числе. Почему же он в Майами просто в свой не поехал и жил бы танцкой прекрасно? Уже скандальный выпуск, уже мы все тусовки раскрыли. Ничего здесь такого. Нас он не интересует как гей, нас он интересует как некое культурное феномен, потому что, ну мы не, я не знаю, я не увлекаюсь эстрадой, но они же себя позиционировали больше, чем просто певцы, да, им всегда мало было этого, да, какие-то приискивали качества. А нет, вот мы особая творческая часть, богема, мы бизнесмены, мы еще там, они по-разному себя позиционировали. Я придумала разочарование года, прям только серьезно, не как Киркоров. Ургант? Что молчит? Ну, во всяком случае, он хотя бы уехал, это его хоть чуть-чуть как-то оправдывает, хотя они, понятно, все с повернутой головой назад, он вернется, я уверен, и он еще. Люди такого калибра как будто больше спрос, чем с Киркоровым. Много дано, больше спрашивается. Справедливо, абсолютно. Это не Киркоров, это не эстрадная звезда, это не человек, которым просто там, он родился с одним талантом и так далее. Ургант, человек очевидно, очень умный, очень культурный. У него прекрасное чувство юмора, прекрасная семья, и просто вот невозможно о нем сказать, невозможно было о нем сказать плохого слова. И вот эти вот все шутки какие-то у него всегда проскальзывали, вроде как бы он заигрывал. Но в самый ответственный момент, в самый ответственный момент, когда его слова действительно бы имели, ну могли бы там сделать какую-то разницу, могли бы, имели бы вес. А вот ты знаешь, это хороший вопрос, он довольно дискуссионный в плане того, что я вижу сейчас много обсуждений, возможно они немножко трусливо и таким образом себя отбеляют, но вот глобально, условно Пугачева, женщина, которую знают, люди, я там никогда не слушал в жизни Аллы Борисовны, родился уже в эпоху интернета. Узнаваемость процентов 98. Да, все знают просто. Вот она говорит, я против войны. Ну ни на что она не влияет, потому что на общественное мнение в 22-м году уже пусть ну как будто плевать. Ну откуда ты знаешь, влияет или не влияет? Мы замеряли это, не замеряли. Ну откуда ты знаешь, как это влияет на женщину, которая с рождения Пугачева слушает? Нет, я тоже хочу, чтобы вы сказывались. Я тебе говорю про то, что насколько это реально практически результат имеет. то есть на практике как она может повлиять на то, что женщина, домохозяйка, мою посуду, такая, а я тоже теперь против войны. Алла Борисовна мне все объяснила. Наверное, меньше, чем нам бы хотелось. но наличие таких людей, оно дает многому оправдание, потому что, вот смотрите, такой разговор, смотрите, как нас всех называют, покинувших предателей, власть, как Милонов, что мы все как педерасы, и кто мы еще? Проститутки, сказал он, да. Ну, Милонов, понятно. Главное, что он не педерас. Понимаете, чем больше таких людей, совершенно понятно, что нет, вот те, кто уехали, те, кто высказали, сказали правду, те, кто, значит, с этим не смирились, а продолжают борьбу, они цвет нации, они те, кто остались. Вот это важно понять, что, вот, если и суждено прекрасной России будущее возникнуть, то она не с теми, кто остался, и которые могут в любой момент снова перелицеваться, а ровно с теми, кто остался принципиальными, и не пошел на какой вообще моральный компромисс, даже не на сантиметр. Эта категоричность, она оправдана абсолютно, потому что, ну, одни люди просто в тюрьму пошли, как Навальный, или там Яшин, просто пошли на чистые заклания, потому что это русская тюрьма, это не какая-то абстрактная там, да, а это вот эта самая тюрьма. Поэтому, если у нас не будет этого ориентира, если у нас не будет этой однозначности, зачем тогда все? И я с этой точки зрения считаю, конечно, цвет нации составит те, кто заняли самую главную, самую важную позицию во всей своей жизни, они тем самым оправдывают очень многое. Мы столько даем характеристик по каким-то мелким, бытовым, даже политическим, ничтожным вопросам, а война, она дает по большому счету. И с этой точки зрения я считаю, что такие, как Пугачева, для многих поколений публичная личность, она дает основания для таких, как мы, может быть, людей, занятых совершенно другими вещами. И я считаю, что здесь уместно говорить о том, что это вопрос правоты. А правота, она даже не обязательно должна быть за большинством. В русской-то истории часто бывало, чтобы правы-то были в меньшинстве и те, кто оставались. Вы чувствуете свою ответственность за войну? В той только части, что да, наверное, что-то мы должны были сделать по-другому. Я как отдельно, и я как часть среды протеста и оппозиции, наверное, надо было что-то сделать больше для того, чтобы как-то справиться с этим заразой. Был такой разговор с Навальным, с Алексеем. Мы как раз на этом митинге его только-только выпустили. Это 11-й год. Не, 11-й год. Стоит Кудрин выступает. Я подхожу на сцене к Алексею и говорю, что ты посмотри, это же ублюдок. И эти ублюдки. Он говорит, ну, что ты от меня хочешь? Я только что вышел. А он действительно только что вышел после пятого. Я завершил митинг пятого декабря на Чистопрудном бульваре. Он говорит, ну, что ты от меня хочешь? Они вот их пригласили, расширение, протесты. Ну, ты согласен уже, это ублюдок? Да. Понимаете? То есть, наверное, вот в тот момент надо было взять сказать, да нет, давай его спихнем ногой, кинем этому, дадим по шрамбосу. Если бы спихнули кудриной со сценой. Бог знает. Бог знает. Но дело не в самом кудрине. Я вообще надо было по-другому себя повести. Если бы у нас был шанс в 2011 году, который, быть может, все мы вместе не реализовывали, и я тоже, да, ну, у меня и другое положение было, и вроде как неуклюже себя чувствовали, но, может быть, если бы речь, может быть, наглее, может быть, где-то и хамоватье, надо было повести себя так, чтобы столкновение это произошло тогда, не спустя 11 лет, да, а вот тогда надо было, безусловно, но это рефлексии любые подвержены. Я думаю, что Алексей сейчас в тюрьме так же думает, может быть. Вот даже с той же Собчак, вот вспомним, хотя, повторяю, это не вопрос личности, но он же говорил, что мы больше не повторим никогда этой ошибки, что связались с такими, как ты. Вот, ну, я недословно перевожу, помните, когда она поучаствовала в выборах и пришла на Навальный лайф? Мы больше никогда этого не сделали, потому что мы вынесли урок про такую, как ты, и тебе подобных. Нам, надо было убить Путина, вот я вам так скажу. Ну, это же нереалистично. То есть физически, реально. А может быть, надо было как-то на нереалистический сценарий пойти. Понимаете? Как-то, в общем, буквально или образно, но мы должны были это сделать. Может быть, у нас был шанс. Я не знаю, но вот мы тоже так рассуждены, но это же нереалистично, это же невозможно. Понимаете? А если бы мне кто-то сказал, что вот мне, когда 22 года, я депутат Госдумы, вы представляете, как я себя чувствовал? Какой-то Путин через 30 лет возьмет власть и вы все будете это... Да мы просто подъехали, вы ножами зарезали бы. Вот собрались бы и зарезали. Понимаете? Какой-то еще один виду, виду губернатора. Какой убить там? Там речь шла о том, что нельзя во время митинга там, я не знаю, мусорить, и надо обязательно за собой все собрать, нельзя там матом со сцены ругаться. Так и есть. И такая была тогда атмосфера? Тогда это все так работало? Значит, мы ее не доделали, не доварили до того, чтобы она вышла за пределы этих ограничений. Окей. Кроме этих событий, вот очевидно, окно возможностей было в 2011 году, мне кажется, такой же консенсус среди всех. Дальше я не уверена, были ли такие окна возможностей. Ну, это же дискуссионный вопрос. Да. Но, тем не менее, кроме вот этих вот уже почти исторических вещей, да, там уже больше 10 лет прошло, где еще свою ответственность за то, что происходит сейчас, вы ощущаете? Ну, не знаю, я никогда вроде как не способствовал тому, чтобы это наступило. Так что мне сложно себя упрекнуть. Я как часть большого русской жизни, конечно, ощущаю эту ответственность, потому что мы вроде как против этого боролись, понимаете? Мне же как-то адресовать к себе тоже. Не, ну, если кому-то хочется, пожалуйста. Я легко воспринимаю упреки от украинцев. Вот это очень распространено. Оттуда я это и не беру. Это любой твит, любой ролик, комментарий. Все одинаковые, да. Русские и так далее. Вы, ну, вот, ну, вот пресловутая коллективная ответственность. Нам тяжело им возражать. Очень. Нам тяжело им возражать, и мы должны как-то, в общем, уж точно на период войны это принять, потому что как только мы пытаемся какие-то доводы, которые кажутся нам иррациональными, и объективными, и которые объясняют все, пытаемся каким-то образом предъявлять, оно получается еще хуже. Ну, да, так случилось, ну, вот что. Даст Бог, у нас будет возможность это еще исправить. Даст Бог. Ну, потому что мы, нам нечего предъявить. Ну, вот нечего. Ну, это же, причем даже вопрос, наверное, не первых постпутинских поколений. То есть, я не говорю, что это нужно. Видимо так. Видимо так. Нет, ну, то, что с Украиной, Россией, русские разошлись, я даже не представляю, что должно быть. Ну, наверное, должна быть какая-то нормальная Россия. Ну, есть по поколению. Да, да, да. И, может быть, не вся Россия, а какая-то ее часть. Еще Бог знает, какой Россия выйдет из войны. Там их, может, две России будут. И она может иметь шанс на то, что, ну, слушайте, это вот туда, это сюда. Как-то, в общем, сгладить это. Но вот сейчас, вот в моменте, вот сейчас они там рушат памяти Пушкину. Ну, казалось, где Пушкин, где война. Но им так кажется, это их успокаивает, морально. Это дает им отдохновение. Вот у человека погиб там кто-то, да, ребенок. Он валит памятник Пушкину, ему может легче становится. Ну, и Бог с ним. Они потом этот памятник снова поставят. Там пройдет время, оно все наладится, они сами решат. Но, может быть, сейчас им нужно вот эту энергию куда-то выплеснуть. И что-то им скажут, ну, что вы делаете, как-то мы уже. Мы с вами сидим все-таки сейчас в центре Европы. Ну, да. Здесь каждая из стран с друг другом воевала такое количество раз. И, ну, то есть, прям несколько веков в разных комбинациях и так далее. Все равно сейчас там все существуют в рамках Европейского Союза и сейчас там невозможно говорить о какой-то там, я не знаю, кровной вражде, памяти поколения или еще чего-то. Это все преодоляемо, но просто вопрос... Для этого должно быть незло наказанное. И зло наказанное и Россия должна стать другой. Это же странно, подобное к подобному. Понимаете, после войны так Франции вернул часть стилизации Германии и вообще не было никаких проблем. Ну, да, что-то мы там заняли, ну, и берите обратно и так далее. И прошел референдум и все нормально и народом нечего делить. Но это же подобное к подобному. Страны, которые имеют одинаковый политический режим, находятся спросить. Уже неоднократно мы сегодня проговаривали про прекрасную Россию будущее. Звучала эта формулировка. Это то большое... У каждого свое определение. Вот для Марка Фегина прекрасная Россия будущее. Это какая Россия? Ну, для меня сейчас это Россия без Путина. Однозначно. А уж какой она будет? Не дай бог, только вот чтобы он ни в каком виде и все, что им олицетворяемо в ней не осталось. Вообще ничего. Вот чтобы ничего связано с... А это все. Это олицетворение и путинской России как таковой. И народы под путинским большинством, которые мы понимаем. И, не знаю, система власть, ценности этих. Вот ничего не должно остаться. Как все говорят, это радикально. Это напоминает большевиков. А что оставить? Я всегда задаю вопрос. Вы мне скажите, что можно оставить? Аппарат, власть, общество, социальные структуры, что... Отношения с людьми можно оставить? Такие, как они сейчас есть. Ну, и вообще непонятно. Поэтому избавление это главнейшая предпосылка для всего остального. ПРБ это то, что будет за минусом Путина и все, что с ним связано. И теперь сузим чуть-чуть временную рамку. Наверное, последний и самый главный вопрос. 2023 год. Ни в коем случае я не прошу делать никаких прогнозов, потому что мы все, как люди регулярно выходящие в эфир, знаем, насколько нам нужно быть аккуратным с этим и насколько на самом деле все непредсказуемо. Но вот хотя бы в той степени, в которой можно рассуждать, планировать... Ощущениям. Возможно, у вас есть какие-то планы на ваш канал. Возможно, у вас есть какие-то другие планы. Возможно, у вас есть понимание, что в 2023 году все закончится. Какой-то хотя бы, вот если можно как-то его эскизом обрисовать, как вы себе представляете 2023 год, сделать это? Ну, я все-таки обнадежище смотрю в будущее. Я не думаю, что пессимистический прогноз, даже если бы он был бы справедлив, он дает надежду и как-то людей может мотивировать что-то делать. Все-таки надо давать надежду, ничего с этим не пойдет. Так человек устроен. Поэтому я все-таки надеюсь, что война закончится. Думаю, что война закончится. Это возможно? Да, это возможно. это в человеческих силах. Это сумма усилий, конечно, да. Многое должно сложиться к этому. Но я думаю, что да, в 2023 году это точно год, когда война должна закончиться. Даже если представить хронологически полтора года, это окт ли войны, потому что, ну что, уходить дальше это уже не просто затяжная война. Это уже затяжная война для масштабов 21 века. Поэтому да, война закончится. есть шанс, что не станет Путина. Есть этот шанс. Я не скажу, что он нулевой, я не скажу, что он стопроцентный, я скажу, что этот шанс есть. Конечно, было бы хорошо, чтобы нам этому поспособствовало проведение, чтобы оно тоже... Потому что удача тоже важная штука. Удача важная штука, вот на нее всегда есть шанс, но оно далеко не всегда везет. Поэтому в 23-м году все может измениться. Потому что так долго мы ждем этих перемен. Ну, четверть века, ну это так долго, да. Вот я всегда говорю, что за одну человеческую жизнь, ну вот 25 лет для любого человека, молодого, пожившего, там, не знаю, старого человека, это так много. Сколько всего не произошло или могло произойти обнадеживающего, если бы эти 25 лет не были украдены. И последнее, что тоже вытекает из этого, это никогда не забывать то, что произошло. За все должно следовать наказанию. Потому что оставить это и безнаказанным, это значит обречь себя на повторение. Ну, банально звучит, но это так. И, может быть, до всего еще, до создания условий для прекрасной оси и будущего надо обязательно отомстить. Потому что никто не должен всем сестрам по серегам. Это не кровожадность какая-то, но это точно тоже обнадежит. Многие люди, знаете, это почти библейский сюжет. Они всегда мечтают о том, что, ну, вот мы рассчитаемся, вот мы вот за все. Кто-то за новичок, кто-то за обнищание, кто-то за войну, кто-то за... Там мы видим, как умирают эти частично мобилизованные, просто как дрова палят. Понимаете? и нету человека. Потом приходят домой, и вот мы видели этот сюжет. И говорят, поздравляю. Да, поздравляю. И как бы, был человек, не был человек. Вот я надеюсь, это изменится, потому что это более коренное изменение, изменить психологию, сознание. Вот. Война не должна пройти бесследно, оно должно впоследствии иметь именно это, изменение взгляда на мир. Марк, я хочу спросить еще, ну, мы сегодня упоминали неоднократно Навального, про Алексея, про будущее, про то, что с ним сейчас происходят, какие-то ваши впечатления, ощущения, и что с этим всем будет дальше, то, что творит Путин с Навальным? Сам Навальный проходит совершенно невероятное такое движение по аду. Оно такое нитшанское имеет совершенно смысл, потому что никто не может понять, знаете, это вечный вопрос, зачем он вернулся. Он двигается прямо через самый ад, безусловно, потому что человек, не понимающий тюрьму, он не может этого даже понять, потому что я как адвокат тюрьм проехал, где я только не был, в самых жутких тюрьмах, я был в Харпе, например, даже. Вот. Харп, это очень недалеко от Северной Давидовой океана, там пожизненники сидят, у меня подзащитный горячий такой был, я посещал Харп, там 200 километров до Северной Давидовой океана. Вот. Недалеко от Лабытнанги, через Опи такая река. Я все-таки думаю, что вот то, что он сейчас уже делает, это не столько для него, это для всех остальных. Я все равно считаю, что как бы он, знаете, как у Горьиха Данка вырвал сердце, всем осветил, а бабка какая-то раздавила. Вот. Я все равно считаю, народ не заслужил такой жертвы. Вот. Я так считаю. он не заслужил жертвы Алексея Навального. Вот. Потому что его хотели убить, его хотели, значит, удавить, посадить. Что только с ним не делали, как его только не кантовали. Там от проблем со спиной до, не знаю, чего у него только нет. но это урок для всех. Вот урок для людей, каким вы видите эталонного русского политика. Вот он не такой, как вот этот мелкий жертв, а вот такой. Потому что представить себе на месте Навального любого из них, что Путин там, понятно, невозможно. потому что для этого нужно иметь и биографию как у Навального, и убеждение железобетонное как у Навального, да, и волю невероятную такую, как у Навального. А у них даже по сумме их всех вместе собрать даже и сотой доли не наберется. Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы он вышел. Я уже даже в программе популярной политики не раз говорил, реальный вариант это взять на танки его освободить, ворваться в колонии и расстрелять тюремщиков. А фантастический вариант это выиграть суд или что-нибудь в этом роде. Ну, наверное, есть какой-то промежуточный его обменять. То есть, поймать кого-то из путинских здесь, украсть и обменять на Навального. Вот такой средний какой-то вариант. При всей его дикости как он звучит, но если мы уж рассуждаем, какой сценарий более реализуем. Тем не менее, я надеюсь, что в 23-м году будет какой-то шанс, чтобы его освободить. Раз они кого-то меняют, а что уж там говорить, такое уже было в истории, советской истории. Меняли Буковского на Кроволана, были и другие, Амитам Дуарев, Кузнецова меняли. Кучу диссидентов поменяли. Да, кучу диссидентов поменяли. Мы должны для себя определиться, не знаю, вот команда Навального убедить Алексея Навального, уж как там адвокаты, что нужно обменяться. Будет момент, когда этот шанс возникнет. и он должен принять моральное решение, согласиться, чтобы оказаться на свободе. Я думаю, это нужно создавать, такую предпосылку, для того, чтобы он оказался вне тюрьмы. Мы сегодня говорили про справедливость, про добро со злом, но вот тут буквально как бы пафосно не звучало, ставка-то настолько высока. Женин Алексеевич однажды чудом выжил врачам. Но они у практически убили. И сейчас он опять наедине с ними. Вот это, при том, при убеждениях, при большой поддержке, это все должно победить? Это может победить? Ну, если мы верим в конечную победу добра над злом... Ну, а вы, я спрашиваю Марка Фегина. Я, конечно, верю в победу. Я верю, я верю, потому что я считаю, что жизнь догонит каждого, да, и всем раздаст, как сестрам по серегам. Такое я уже видел не раз. Вот я такое видел, когда, казалось бы, зло невероятно, так сказать, велико в своих масштабах и возможностях, а оно превращается, когда же похрипывая с ботинком на горле. Я такое видел прям сам. Поэтому, честно говоря, я в это верю. Ну, не знаю, насколько моя вера мотивирует всех остальных, но в любом случае я верю, что Путин сдохнет, а Навальный выйдет и выживет. Вот сейчас захотелось почему-то выпить с ботинком. Давайте. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом.